Твой прогноз на ход войны для начала в 2023 году на украинское наступление, учитывая силы и ресурсы сторон, и более широко? Это очень сложная формула, которая может дать ответ 3х или 14х. Это зависит реально от значительной степени того, насколько Запад, насколько мир продолжит помыкать Украине. А это зависит от выхода выборов в Америке. Но если все идет тем ходом, который мы сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года. В смысле, с освобождением и Крыма, и Донбасса? Знаете, я даже думаю, что Крым более вероятно освободит, чем Донбасс. Почему? Потому что мотивация для украинского человека настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетен. А Донбасс или часть Донбасса, это можно сделать. Но согласятся или захотят платить цену человеческую освобождение этого, я не уверен. Ну, плюс там же границы, Крым легче изолировать, отрезать и, собственно, окружить снабжение Крыма. А Донбасс, он постоянно будет снабжаться из России. Ну, если могу процитировать не свое мнение, а мнение одного из наемников, человека Вагнера, с которым я периодически общаюсь, чтобы получить их точку зрения, он раньше был большим оптимистом, что вот мы сейчас завтра в Киев, послезавтра в Киев и так далее, и так далее. Вот последнее его, когда ему задал вопрос, что ты думаешь, что будет сейчас, он сказал, ну, до конца года война будет закончена, но жизнь в России никогда не будет лучше. Допускаем, что Украина добивается победы. Что, по-твоему, будет происходить в России? Гражданская война? Скинет ли поражение в войне Путина? Я думаю, что да, но если все действует, ну, вся элита и политическая, хотя политической элиты тогда не будет, потому что она будет полностью компрометирована, но экономическая и даже элита силовиков, если они действуют в свой собственный интерес, то они должны предложить миру приемлемое решение, то есть решение, которое не диктатура, а которое там имеет значительный демократический элемент, чтобы договориться с Западом, договориться с Западом о помощи, даже о маршал-плане, который будет не только для Украины, а и для России. Поэтому я очень надеюсь, что экономическая элита и элита силовиков даже в России, они будут действовать в собственном интересе. Какой твой взгляд на феномен Пригожина? Кто за ним стоит, стоит ли за ним ФСБ, и есть ли у него действительно какое-то серьезное политическое будущее? Ну, мое мнение, оно отличается от почти всех мнений экспертов, советологов, криминологов и русологов. Я считаю все-таки, что он собственный... Проект самого себя. Сам свой, да, да, да. Была просто клачена хорошая фраза, но не помню, как она. Мальчик сам свой, собственный. Так что он не свой проект, он был проектом Министерства обороны, он был проектом коррумпированных офицеров ФСО, близких к Путину, который ему поставили, скажем, лицом своего коррупционного проекта. И долгое время он должен был считаться с тем, что он просто лицо, что через него деньги, большие деньги проходят, и что он на этом зарабатывает, делится со своими спонсорами. Но на протяжении нескольких лет он добился какой-то самоуверенности. И в начале войны, когда попытались у него украсть именно этот проект Вагнер, он тогда получил именно то, что можно назвать agency, что стал лично важным. Потому что его вызвали назад, через две недели, три недели после начала войны, когда оказалось, что без него нельзя. Что у него именно есть эти отношения с наёмниками, которые его уважают, которые за него готовы принять его слово. И пришлось Министерство обороны его вернуть. И тогда он решил стать собственным агентом своих пожеланий, своих целей. Сейчас он такой есть. И вот я недавно разговаривал с людьми, которые работают на него. Они сами говорят, ну мы не знаем, куда вообще он уйдёт. И вполне возможно, что он скажет, ну давайте мы идите все на Кремль, и мы пойдём. Они не знают, какой у него план. Но они допускают, что это возможно. А это уже важно. Это означает, что он не просто проект Путина, проект ФСБ, точно не ФСБ. А если чей-то проект был, он был проект ФСБ. Ты допускаешь, что он может действительно поднять, раскачать какую-то гражданскую войну? Во-первых, он умный оппортунист. Поэтому если увидит, что безопасно для себя, он может это сделать. Момент не сейчас, но момент такого решения может быть, когда контрнаступление Украины даст свои плоды. И там будет, скажем, будет котёл, где возможно там 10 тысяч русских войн просто погибнут. Ну вот тогда будет его момент, который у Путинизма его встроенный. Скажет, ну давай, сейчас ты должен взять момент. Тоже для него важно всё-таки держать угрозу на грани блефа, чтобы сохранить свою жизнь. У него есть очень-очень сильная система собственной безопасности. Да, вот я хотел спросить, у него, наверное, какая-то феноменальная охрана, как, я не знаю, как у Башира Асада или там Лукашенко. Вот, вот. И сейчас именно, вот на данный момент, эта охрана занимается, ну, очень усиленно тем, чтобы его защищать как от украинских диверсантов, так и от, ну, собственных конкурентов. Поэтому это не тривиальное дело, его надо защищать от всех сторон. Да, у него есть армия, у него есть как минимум 10 тысяч живых, живых, хорошо мотивированных и обустроенных оружием наёмников. Да. И можно сказать, что эта армия, она, хотя не многочисленная, она сильнее по своей функциональности, чем та армия, которую бы Кремль мог выпустить, чтобы защитить себя. Россия во время войны усиливает свою разведывательную и диверсионную деятельность на Западе? Да, она пытается этого сделать, поэтому и делает больше ошибок, чем обычно в мирном периоде. Поэтому так часто мы стали слышать об арестованных, задержанных шпионах. Какие-то, да, феноменальные за последний год провалы резидентур. То есть просто каждую неделю приходят новости, и это посольство накрыли, то посольство накрыли. Это что, из-за того, что усилили вот эту деятельность во время войны? Ну, феномен вот такой. Раньше было намного больше шпионов у России. Сейчас их намного меньше, поэтому их надо использовать намного более интенсивно. Почему раньше было больше? Частично, благодаря и журналистической работе наших коллег, которые обнаружили столько много шпионов, ну, там, типа Буширова-Петрова, и после того, как мы их обнаружили, там обнаружилась вообще целая серия паспортов, из которых примерно 50, а может быть и больше, но я лично знаю о 50, шпионов уже было, им нельзя было уже путешествовать по миру. Это же серьёзная потеря. Потом стали высылать дипломатических шпионов, то есть шпионов по дипломатическим прикрытиям разных посольств, потому что они всегда были известны западным спецслужбам, просто их толерировали. Ну, после того, как Россия стала убивать и отравлять за границу, ну, их стали выгонять. То есть они лечились этим образом примерно 600 шпионов, в Европе только, кумулятивно между дипломатами и вот этими краткосрочными шпионами под прикрытием, которые ездили. Осталось и у них либо тренировать новых, что трудоёмкое дело, и отнимает очень много времени, и они некачественные, или использовать тех спящих агентов, которые не должны были выходить на поверхность, они должны были там лежать, сидеть, своей жизнью работать в туристических компаниях или в академических институтах и просто передавать информацию о том, что они видят около себя. Но пришлось их впустить в более, как называются, кинетические проекты, когда они должны были вербовать или там снимать, фотографировать. Вот тогда и появляются ошибки, и западные правоохранители могли бы их идентифицировать и арестовать. Ну да. Ну да.